Обещал прыгнуть, но передумал. Требовал российского консула, хотя сам гражданин Канады. Заявлял, что ему угрожают, но не сообщил кто. Это только часть странной истории с несостоявшимся суицидом на Крещатике. Все подробности знает Юлия Жешко. Толпа зевак и полицейское оцепление. Так сегодня утром выглядел Крещатик. Взгляды прохожих приковал человек, угрожающий покончить с собой. Мужчина грозился прыгнуть с третьего этажа столичного отеля. Как оказалось, прожил он в этой гостинице больше недели. А гражданство имеет украинское и канадское. В отеле не на камеру подтвердили. Загадочный персонаж – это их постоялец. Хотела уточнить информацию по поводу того, что человек, который прыгнуть хочет, он жил у вас, да? Позже удалось узнать, что мужчине 34 года. Зовут его Тимур Кириллов. Он жалуется на проблемы с документами, какие именно, не признается. Но говорит, его жизни угрожают. Со мной многое что произошло. Знаете, почему я не хочу залезать? Потому что, если я залез, меня, возможно, убьют. Кто тебе угрожает? Организованное преступление. Мужчина почему-то требует генконсула России. Его мотивов не понимает даже психиатр, который прибыл на место происшествия. Предполагает, что виной всему психологическое отклонение. Хрупкая ситуация. Он может прыгнуть, подойти. То его просто берут за руки, связать, может быть, повезти в машину скорой помощи и отвезти в психбольницу. Вот это самый лучший вариант. История оказывается еще более странной, когда выясняется, что прыгать мужчину уговаривал не психиатр, а журналистка одного из телеканалов. Именно она спустя 4 часа и помогла ему забраться обратно в отель. На вопрос, как журналист оказался вместе с полицейскими, правоохранитель замешкался. Дескать, начальство пропустило. Дискриминации никакой нет. Например, первая приехала сюда. И он ее сам пустил. Да, на самом деле, то, что я слышал, он просил ее оставить. Спустя некоторое время сотрудники полиции все же поделились некоторыми деталями из жизни Тимура Кириллова. Учился в русской школе при посольстве Индии. И все. Позже к журналистам вышел сам Кириллов. Рассказал о причинах своего поступка. Правда, очень путано. Это началось, так сказать, с войны, которая началась на Донбассе. Я просто хотел поговорить с дипломатом, потому что в таких вопросах нужно соблюдать конфиденциальность. Я серьезно задумываюсь, выживу ли я эту ночь или нет. Странная история закончилась полюбовно. Мужчина задержан не будет. В худшем случае ему грозит статья за хулиганство. Юлия Жешко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.